Возвращение легенды, возвращение матчапов, вот, чем сказать, катка на Кейл против Дариуса, давно не было видеороликов, во-первых, потому что я реже стал играть на Кейл, из-за того, что сейчас в последнее время, либо часто всякие дефолтные матчапы, типа там против Рейли, сетов, Ривен, то есть матчапы, которые уже были, и новых матчапов нет, либо катки, просто, ну, вы увидите в этой игре. Вы увидите в этой игре подобные, вот, катки, но мы сейчас говорим конкретно про матчап, рульный дефолт, по самой нервным телепорт, первым взял Ешку, начальный закуп Клинок Дорана, плюс... Водка за 50. По поводу порезки Кейлаи, никогда не понимал такие, такие нерфы, чемпионов, мне кажется, ну, не то, что не особо, ну, короче, не сильно это повлияет Кейлу. Что-то, что-то порезали от Хил, что-то уменьшили ХП, уменьшили урон с Ешки, это все мелочи. Вот, что я хотел вам сказать. Топ, Кейл, что еще? Может быть, завтра, точнее уже сегодня, сегодня 4 июня, может быть, сегодня побольше поиграю на Кейл, но не буду обманывать, не уверен. И, может быть, сегодня запишу какие-то еще матчапы, если будут... Против Дариуса вроде не было матчапа. Вот. Тут, смотрите, тут есть смысл с ним потрейдиться, почему? Он в паке моих крипов, у меня костяная пластина, и он первого левела. Он все, что сделал, триггернул пассивку, но он не триггернул ее даже на 5. То есть, 5 стаков пассивки на меня не повесил. Я с ним потрейдился, для меня это выгодно, просто как минимум потому, что... Как минимум по той причине, что у него очень мало... ХП. Тут я хочу заметить, что у меня не прошла тычка по нему в первый раз. То есть, он зашел в NoVision, как бы тычка далась, автотака прошла анимация, но... Я его не убил. А здесь, он в моем ренже, в ренже моей Ешки, но... Внимательно смотрите, что происходит. У меня килл дает Ешку в крипа. Вот это, бля. Короче. Вот. Ешка уходит в КД. И в конечном итоге, фулл анлаки, фулл не повезло, я сдох от Дота. Забавный момент, очень интересный. Но после рекола покупаю потку еще одну. Он не поставил вард, у него нет ни одной самонерки. Он стоит и пытается нахарасить меня еще сильнее. Я получаю килл. Все норм, но, вы сами видели, тычка просто не прошла в NoVision. А вторая тычка... Есть, на самом деле, такое понятие, как ты тычкуешь через Ешку. Ну, кто понимает, о чем нет. И когда чел заходит в NoVision, NoVision в куст и так далее. То есть, там, за камушек, где вижена нет. Твоя тычка... Ну, типа, ты не будешь бить чемпиона. Ты будешь бить крипа, которого видно. Который ближний к курсору. Это очень странно. Мне кажется, это не должно так работать. Но, в конечном итоге, что есть, то есть. В итоге он получает товархит. Все по классике. Я ничего не купил. То есть, я же не рекорил после килла. Так что... Так что, да. Крипам у нас плюс-минусы не на кого все. Может быть, когда-нибудь я буду... Я сделаю матчапов 50. Вот, знаете, 5 каток. 5 дней подряд по 10 каток буду играть. И все катки будут удачные. Там будет что показать. И так, собственно, сыграю все матчапы. Но, мне кажется, против всяких Рейли и Ривен стоит все-таки по несколько раз матчапы загружать. Потому что это реально супер... Ну, типа, суперсложные матчапы. И каждый игрок, он разный. Катки тоже бывают разные. Ситуации игровые разные. Так что, в этом есть смысл. Но здесь глупо. Глупо пытаться убить Кейл с Литлтемпом. Он с закупом. Я без закупа. То есть, у него тапки за 350, за 350, 10 АД. И в итоге Челл умирает. Ну, тут я... У меня, по-моему, была инфа по леснику. Я просто имею право, так сказать, запушить этот пак. Покупаю тапки. За 1100 покупаю 2 клинка. Покупаю за 50 подку и пинкварт покупаю. Тут можно просто кайть всего. Тут у меня хукнул. Ну, тут... Я не знаю, на что он понадеялся, на самом деле. Глупо. Это... Чтобы вас не обмануть, это Д3. То есть, это... Не... Мейн аккаунт Д1. Это там Д3. Плюс-минус. Что-то такое. Так что, да. По-моему, это Дариус с Д3, если не ошибаюсь. Ну, ладно, это не важно. На самом деле, не важно. Главное, что не Силер. Тут... Ну, я не понимаю, типа, просто его логику. Не понимаю, почему он пытается меня дуэлить, если не может, чисто физически. Тут, на самом деле, у меня нет ульты, флэша, и как бы опасно находиться. В итоге у меня 64 кс. Просто схаваю плашку. Хорош его. Нон-стоп. Не даю ему нормально фармить. Ну, лесник, я видел, что лесник реколю. И реколю я. Тут за 1300 я покупаю колчан стрел и покупаю за 875 игроку. Просто фула деберу. Почему не покупает хил? Ну, как вы можете увидеть, что мне пока хватает клинка за 450. И он как-то меня плохо... У него, короче, мало шансов меня прохарасить. Он как-то очень странно играет. Не знаю. То есть, просто смотрите, как я его хорашу, не подпускаю его, учитывая то, что он взял тапки и за 1000 голды вот этот скор, стычек. То есть, он тачкует крипа, получается, и получает там, сколько, 15 вам процентов ускора на 10 секунд, если не ошибаюсь. Вот. Тут я просто хочу, чтобы вы обратили внимание. Мы проигрываем уже 3000. Моя Жанна сфидила 3 раза. И он умнее... Умнее, чем прийти в топ и стать вкус, ничего не придумал. Знаете, ну, типа, на хайала это плюс-минус адекватно, когда саппорт бежит... Он проиграл линию, он бежит роумид что-то делать. То есть, даже если он не проиграл, в принципе, роумид на саппорте, это отлично. Типа, это умно. Но этот тип, все, что делает, фармит мою экспу, мой опыт. И просто он на ФК встал. Представляете, что он на ФК на базе стоит? Он бесполезен. Я выигрываю линию. Итак, у меня 4 пластины, 3 килла и топ диф на 30 почти крипов. За чего мне эта помощь, я даже примерно представить не могу. Единственное, что он делает, это... Тут немножко плохо ульту нажал, но не столь важно. То есть, единственное, что этот тип делает, это триггерит вражеского лесника, мидера на то, чтобы они зашли в топ. Пришли, нас убили. Это, не знаю, глупо. В итоге Дариус лутает 2 килла. Ассист. А, подождите. Ему там за... За поппи... Ну, короче, за кого-то ему не дали ассист. Потому что у него был до этого килл один, который он сделал в начале игры. И сейчас 2 килла он ползал. Ассист он не получил. Покупаю Кракена, продаю клиночек Дорана и покупаю Кракена. Тут я подставился. Кстати, не очень хорошо, когда ты подставляешься, у тебя нет никакого сустейна. Ну, из-за того, что у меня нет ульты флэша, я просто вынужден пойти зафармить эсс. У меня вариантов больше нет. Все еще стоит мой пинкварт, который я купил. Получаю 11 левел. По поводу нового билда я говорил. Ну, кто помнит. Новый билд. Я не стал даже... Не то, что не стал. Короче, новый билд, который я хотел сделать на кейл. Он дамажит больше, чем адешная кейла и апешная. И плюс это гибридный урон. И учитывая то, что в следующем патче нерфит и рифтмейкер и Кракен, этот билд актуален... Ну, типа не то, что актуальный. Он не актуален по одной простой причине, потому что он слишком долго раскрывается. Но при этом урона у него больше, чем у любого билда другого. Так что тот билд, о котором я вам рассказывал на стримах, не актуален. Может быть, пока что. Может быть, я подкорректирую его, что-нибудь придумаю. Он мне нравится, но это та же апешная кейл, от которой нет смысла. Она так же скейлится супер долго. Ну, тут я просто не имею урона никакого по талону. Опять мой саппорт бежит опять в топ. Опять нас убивают. Опять приходит вражеский мидер. Опять приходит вражеский ресник. Я не понимаю, что пытается сделать этот саппорт. Я не понимаю, что пытается сделать здесь саппорт. Ну, к чему это просто? У меня был счет 3-1, сейчас счет 4-4. И по крипам я не особо впереди. 16-ая минута, 130 крипов. На выигранной линии. Там очень мало. Тут я пытался ставить билт, а на лайки. Что так же фармлю. 13-12 лавел, сейчас будет 13-го. Тут инсульт, инфаркт, скорее всего. Ну, я просто вот не понимаю, что делает мой саппорт. Опять, ну, просто у меня нет никакого понимания о том, что делает этот игрок. В итоге улются на 2 слота. Улются на 2 слота. Ну, как видите, 1-6 лисник, который ничего не сделал. Но я уже в таком полутильте. Чел, слышно? Ну, тут я должен был выйти, просто отдать таверу. Но, как видите, урон прикольный. Подулуп. Безусто фармить криповочков. Все так же. Я стою. Кто не понимает, что я делаю, почему я стою в кусту? Для того, чтобы противник видит, что я в боте. Условно говоря. Они видят, что я в боте. И, видя то, что я в боте, они начинают смещаться. Я захожу в NoVision, у меня нету 15-20 секунд. Условно. Ну, например. Они разворачиваются, я выхожу. Как бы, ну, условно говоря. За тавр дают стрик. Если я спушу тавр, умру, это будет выгодно. Почему? Потому что я получаю за это слишком много голды. И это хоть какая-то возможность нафармить эту голду. Если бы я просто... Типа, если бы я фкшил, ну, тут просто вся команда прибежала. Тут без вариков. Короче, это супер выгодно было. Особенно в таких катках, где вы как бы 100% уже вроде проиграли. Но при этом ты пытаешься вот так, таким образом, нафармить голду. Я зафармил там пару вейвов. Зафармил тавр. И у меня уже там два слота. Я уже начал собирать третий слот. Давайте я ускорю. Ну, тут в мид бегу. Орлен Сол. С ситом им интересно. Не знаю, зачем он его собрал. Тут можно ускорить фарм. ФК фарм. Я 14 левел. Фармлю все, что могу. Я понимаю, что мы не можем выиграть Teamfight 5 на 5, потому что преимущество 10 тысяч у противников. Здесь я ускорил, вы не увидели. Короче, я побежал топ фармить. Смотрел параллельно карту. Чилы пошли ко мне. Я дал телепорт на бот. В итоге нафармил в топе очень много голды. И в итоге пришел, нафармил в боте. Миллиард голды. Дал ТП, еще и не умер. У меня чуть не хватает на инфинити. Какой инфинити? Преимущество 12 тысяч. Хотя вроде по киллам и по товарам, как бы, оно должно быть еще больше. Вот так вот. Дракона мы отдали, но у нас нет шансов выиграть на драконе. И у них очень полезный саппорт, который может дать мне полиморф. И все. Грустно то, что порой тебе не хватает одного игрока. То есть ты можешь выиграть эту игру очень легко, просто если у тебя есть утилити саппорт. У меня утилити саппорта, к сожалению, не было. То есть я считаю, что Жанна... Да, ну, типа тут Поппи вытолкнула просто типа, и он выжил. Я считаю, что Жанна это утилити саппорт. Но это не настолько утилити полезный саппорт, как Лулу. Я считаю, что так. Это факт. Жанна, которая... Я не знаю, это даже этих чемпионов нельзя сравнивать. Я про Жанну и про... Лулу. Но тут пытаюсь убить талона, не получается. У меня флешает чел, я убиваю его. И я тоже даже не стал кайтить. Потому что меня бачал у него и замедлил. И в итоге я неплохо пробиваю талона, потому что у него хп очень много. Черный секира. Потрошитель, по-моему, называется, да? И Death Dance. У Дариус такая же. Death Dance. Броня мертвеца и Таби. И он еще армор купил. То есть у них просто... У них миллиард... У них миллиард армора. Мы ничего не можем сделать. Ну, моя команда ничего не может сделать. Такие дела. Здесь 80 крипов за 29 минут. Учитывая то, что... Насколько мы проиграем катку. Я считаю, что это неплохо. Вописаппорт опять умер. Unlucky Full не повезло. Ну, тут... Просто, чтобы вы понимали. Может быть, если бы у них не было такого полезного саппорта. Если бы у них был какой-нибудь там... Ну, трэш, например. Или No Teal, Spike. Это можно было бы выиграть проще. Но слишком полезный чемпион. Слишком полезный чемпион. Улум. И именно вот в этой катке выделяю вражеского саппорта. Потому что он реально полезный. У них выигрывает ни Талон, ни Дариус, ни... Орелин Сол. У них выигрывает один чемпион, который дает щиты. Ускоряет, замедляет. Дает полиморф. Дает урон. Дает ульту. А у меня... У меня жанночка 0.9.3. Мне очень не хватает порой какого-нибудь... Какой-нибудь сораки. Чего-нибудь такого. Тут мы должны убить чела. В итоге он просто ультит. Орелин Сол дал стант по четверым. Я своим... Свою ультой как бы задоджил достаточно много урона. То есть я бы умер. Я думаю, что я шотнулся, если бы я не ультанул. И в итоге что мы имеем? Я убиваю... Люцина. И мне чуть-чуть не хватает одной тычки буквально, чтобы убить вражеского мидера. При этом талоны я снял почти фулл хп. Люцина я снял фулл хп. Впитал миллиард флешей. Впитал миллиард кнопок. Флешей это в прошлом тимфайте. Впитал миллиард просто кнопок. Урона. Нормально. Брус-минус адекватно нажал ульту. Но при этом все равно умер. Фулл анлаке. Как говорится, фулл не повезло. Купаю. Вообще в идеале, конечно, я здесь должен был купить га. Но из-за того, что у меня там в один момент просто голды как раз хватало на кровопийцу. Я купил кровопийцу вместо га. А сейчас мне просто голды не хватает. Ну и в итоге элдер. Мы либо идем, либо нет. И в итоге Я просто контроль не выхожу. Вы можете посчитать, сколько тут стану. У меня Жанна, понимаете, проблема в том, что у меня Жанна с ультой. Но Жанна с ультой стоит сзади. И не пытается. Он даже мог флешнуть и откинуть их ультой. Но он этого не сделал ничего. Все. До этого конец. Как бы ты не старался в таких играх, ты выиграть не можешь. Это первый луз, который я закинул в ролики с матчапами. Но тут основная цель была показать, как я выиграл матчап, линию. Я думаю, что это получилось неплохо. А по поводу того, что проиграл, ну, такие катки. Даже если ты выиграл линию, это не дает тебе никогда гарантии, что ты выиграешь игру. Даже если ты в тысячу раз сыграешь лучше, чем вражеский топпер, ты все равно не можешь выиграть. Такие дела. Спасибо за просмотр. Данного видеоролика. Не знаю, когда следующий матчап выйдет. Учитывая то, что я очень мало в последнее время играю на кейл. И то, что я просто играю другими чемпионами. И очень часто матчапы. Но maybe, maybe как-нибудь. Залью еще. Матчап. До next. Видеоролик. До встречи. Матчап. Матчап. Матчап.